В центре города, как ядовитый гриб, без разрешения и за рамками безопасности и границ, выросла многоэтажка. Застройщик запросил разрешение на строительство трехэтажного жилого дома. Получив, вылепил семь. Причем, кто и как строил, тайно. Госэкспертизы безопасности и пригодности здания для проживания не было. Хотя купить квартиру в новом доме застройщик предлагает уже сегодня. Прежде чем купить квартиру, покупатель должен поинтересоваться у застройщика вид назначения земельного участка. То есть земля должна быть под многоквартирный жилой дом. Должны запросить у него градостроительный план. Должны запросить у него разрешение на строительство. После этого, когда они увидят, что все документы в порядке, но если они при этом сомневаются, они могут обратиться в администрацию города, курорт Анапа. Им разъяснят, можно покупать в этом доме квартиру или нельзя. Также они могут посмотреть на сайте официальной администрации Анапы добросовестных застройщиков. После этого только можно покупать квартиры в Анапе. Возместить материальный ущерб хозяевам квартир должен застройщик. Еще одно здание под снос угловой дом в районе Алексеевки. Пока в суде готовят заключение, работники продолжают строить дом на углу улиц Криничное и Анапское шоссе. Специалисты отметили дом наклейкой «Самострой». Местные жители отреагировали сразу, поделились впечатлениями о соседстве. Если это очень не нравится, мы инициировали жалобы, которые были поданы в муниципалитет наш, о том, чтобы прекратили строительство. Обратите внимание, кабель лежит вон он по дороге, он совершенно, этот кабель лежит вдоль дороги, не заизолирован, никуда не спрятан. Самовольная у нас вот здесь была, если обратите внимание, вон труба торчит, в их дом заходит. Это была наша линия, газораспределительная линия. Приехали, отрезали. Хозяин участка, как Юлий Цезарь на современный лад, пришел, увидел и присвоил. Общая газовая труба стала частной собственностью нарушителя. Захватил несколько метров соседних участков, нарушив границы. Никакой управы нет. Приезжают какие-то тузы здесь, молодые люди кавказской национальности ведут себя очень так вызывающе, агрессивно. Нарушают и строители, и наемные работники. Строительные материалы и мусор складывают на газоне. Они здесь живут, они бросают вот здесь мусор, они занимаются вот тут черт знает чем, приезжают к ним. Они уже приезжают не только сами, но я смотрю, здесь уже женщины, дети, уже семьи какие-то. Что это такое? Чем это закончится, сами понимаете. Целевое назначение участка под индивидуальное жилое строение. При подаче иска здание было одноэтажным. Сегодня работники возводят пятый. Нарушил градостроительный план еще один застройщик здания на углу улиц Лермонтово и Азовское по документам индивидуальный жилой дом, по факту многоквартирный и многоэтажный. И стандартный набор нарушений анапских застройщиков. Выход за границей участка, самовольный захват соседних территорий, невыдержанные пожарные разрывы. Пока в суде готовят решение о сносе, предупреждать о незаконности стройки будет отметка «самострой». И так будет с каждым самовольно возведенным зданием. Мэр Анапы Сергей Сергеев считает, анапчан и гостей курорта надо предупреждать. Покупать квадратные метры в таких домах не стоит. Отсюда лежит прямой путь в категорию обманутых дольщиков.